Я слежу! Еще 2 секунды. Кинотеатр, казино. Вот что круто в Португалии. Видимо, надо мне что-то добавить еще в свою жизнь. Друзья, всем привет. Меня зовут Анатолий Летаев. Сегодня будет необычный выпуск. Он будет называться «Женский взгляд на жизнь в Португалии». В чем его суть? Когда мы с супругой выбирали разные места для жизни, я заметил интересную деталь. Когда я рассматриваю страну по каким-то рациональным критериям, образование, налоги, медицина, качество жизни, все калькулирую в голове, иногда создаю какие-то таблички. У моей жены все происходит вообще абсолютно по-другому. У нее все на ощущениях. Ее не интересуют такие критерии, как налоги, стоимость жизни и многие другие вопросы. Поэтому я решил записать это видео с ней и с ее подругами. И в этом видео вы увидите буквально немножечко меня. Основным героем этого ролика будет она и ее подруги. Поехали! За последние пять лет мы пожили в Майами, в Флорианополе, в Бразилии. И сейчас в Португалии – Кашкайш. Первое место, куда мы переехали, это был Лиссабон. Дальше мы переехали в Синтру. На зиму мы решили переехать в Алгарве. Там должно было быть теплее, но в этом году не особо была теплая зима. После Алгарве мы уже переехали в Аштарил. Изначально рассматривали город Кашкайш, потому что нравилось много моментов. Кашкайш – это рядом с океаном, пляжей, инфраструктура хорошая. Но по итогу переехали в Аштарил и очень этому рады. Одно из преимуществ места, в котором мы сейчас живем, Аштарил, очень нравится парк, по которому мы сейчас идем гуляем. Очень такая приятная атмосфера семейная. И еще нравится то, что здесь на каждом шагу какие-то новые кафешки, какие-то ресторанчики. Каждый раз, каждые выходные можно открывать что-то новое для себя, какое-то новое место. И все очень такое семейное. Многие друг друга знают. И в то же время вся инфраструктура тоже развита. И все есть. Все в близкой доступности. Например, до зала мне идти минут пять. Спортивный зал находится прямо на берегу океана с очень красивым видом. И что немаловажно, когда занимаешься спортом, помимо хорошего тренера, приятной обстановки. Еще когда вид на океан, шикарно. Наш дом мы выбирали долго. Когда попали в эту квартиру, нам прям очень сразу все понравилось. Комплекс небольшой, он достаточно комфортный. В очень хорошем месте. Все абсолютно есть. Есть кафе, рестораны, бары, спортзалы, спа, кинотеатр, казино, парки, пляж. Очень крутое расположение. И здесь живут в основном семьи молодые. Тут тоже для нас немаловажно, потому что у нас ребенок. И есть с кем поиграть, встретиться возле бассейна, прогуляться и пообщаться. Это столовая. До этого я думала, что не смогла бы жить в таком доме с таким именно интерьером, с такой мебелью. Я всегда выбирала квартиры раньше более модерновой. То есть там белый цвет, металл, стекло, кожа. Но я когда увидела эту мебель, мне очень понравилось. И она очень гармонично смотрится. Кухня устраивает. Особенно сейчас, когда у нас появился бар. Хотелось бы чуть-чуть пошире, немножко побольше пространства. Но, в принципе, очень комфортно, очень удобно. Хорошо все придумано. Весь этот уголок, который вот все рядом, все удобно. У Майкла здесь клубника есть, которую он выращивает. Покажи красную клубничку, которую ты скоро будешь кушать. Вот эту. Вот эту, да. Детская комната. Идем, показывай. Тут красиво у тебя? Все в порядке? И еще здесь продолжаем открывать для себя новые места. Сегодня буквально нашла новый магазин, который полностью рассчитан на фрукты и на овощи. И там очень хорошее все такое вкусное. Мы купили клубнику очень вкусную, черешню, персики. Абрикосы, очень все сладкое. Каждую неделю у меня какой-то очередной новый магазин, новое место, новый кафе или ресторан. И если на ужин куда-то выбираемся, постоянно экспериментируем во что-то новенькое ходим. Так что я думаю, здесь еще изучать и изучать какие-то красивые, классные места, комфортные. Есть еще одно место, в котором мы покупаем мясо. Это магазин, называется Delicia. Вообще в магазине можно купить какие-то редкие продукты, которых не найдешь в обычном супермаркете. Они немного дороже. И там есть свой отдел мясной, где продают очень интересные стейки, очень вкусные. И это, наверное, одни из самых вкусных стейков, которые мы там ели, покупали. Здесь рядом с мясной лавкой очень удачный магазин с цветами. Здесь свежие цветы всегда. Это маленький магазин, их мало, но очень красивые делают букеты. Самые красивые, которые я видела здесь в Португалии, встречала. И когда я сюда прихожу покупать продукты, я себе покупаю еще цветы домой. Спасибо, очень красивый цветок. Пожалуйста, как вас зовут? Анна, а вас? Педро. А это Кэрол. Приятно познакомиться, Педро. Спасибо вам за вашу работу. О, так мило. Я обожаю Португалию. И таких людей, когда встречаешь, делают день. Такие встречи. Очень приятно. Говоришь, я блогер, тебе дают подарки. Ходишь, снимаешь, живешь себе в кайф. Видимо, надо мне что-то добавить еще в свою жизнь. Блог. Свой личный. Сейчас я еду забирать своего ребенка из садика. Ему три года. Ходит он в садик три недели уже. Здесь привык очень быстро. Хорошие учителя. Я думаю, что они как-то умеют правильно завлечь ребенка. И буквально через три-четыре дня Майкл начал ходить с удовольствием. Это было прям счастье для нас. Школу мы выбрали Монте-Сори. Одна из причин, во-первых, там главный язык английский. То есть португальский там в любом случае будет у него. И там тоже говорят на португальском. Помимо того, что он стал самостоятельный, много вещей делает сам дома после школы. И он начинает уже говорить немного на английском и на португальском. И это всего за три недели. Такие очень хорошие изменения. И одна из причин еще, почему понравилась именно эта школа, потому что там дети общаются, начиная с трех лет, и его группа, и включая до шести лет. Соответственно, это очень хорошо для детей, которые младше. Они учатся у старших. Старшие дети, они учатся тому, чтобы помогать и взаимодействовать, сотрудничать с младшими детьми. То есть такой взаимообмен идет. И мне кажется, это очень правильно для будущего, чтобы уметь строить коммуникацию с разным уровнем людей. Одна из известных методик Монте-Сори, что дети там максимально самостоятельны. Их учат тому, чтобы они умели делать выбор. Еще две секунды Анатолия Летаева в выпуске о женском взгляде на жизнь Португалии. Сейчас я возьму интервью у основательницы школы Монте-Сори здесь, в Португалии, куда ходит наш сын. Методику Монте-Сори характеризует то, что большая часть времени уделяется развитию характера и личности ребенка. Но не стоит думать, что мы не даем детям академические знания. Наоборот, мы учим их очень многим академическим направлениям. У нас очень обширная программа, в которую включены все традиционно важные предметы. Благодаря обучению Монте-Сори дети получают свободу выбора для развития интересов. В результате, по окончанию школы, они уже знают, что им интересно и чего они хотят. По-моему, в этом и заключается весь успех. Я считаю, возможность делать выбор – это одно из прав человека, которое было признано сначала Марией Монте-Сори, а позже и Советом ООН. Мы следим за тем, чтобы учителя были отлично подготовлены, чтобы работать с детьми по такой методике. Есть одна интересная история. У моей помощницы, она из Индии, висела огромная карта на стене, на которой она раскрасила страны. Один трехлетний ученик каждый день приходил, садился напротив этой карты и смотрел на нее весь день. В один из дней он спросил ее, мир действительно такой разноцветный? Она ответила, нет, конечно, это я сама разрисовала его. А он сказал, так это люди разрисовывают мир, разделяя на страны. Ребенку было четыре года. Он осознал, что это люди делят мир и разрисовывают страны, создавая границы. Она действительно об этом говорила, как моя дневная поездка. Ну вот мы и добрались. Полтора часа. Я очень устала. Кто-нибудь дома? Тук-тук-тук. Понимаете, вот что мне нравится в Португалии. Здесь я вижу больше разных национальностей, чем в Майами. Серьезно? Да, я действительно так считаю, потому что в Майами я видела очень много южноамериканцев. Я уже встретила очень много бразильцев. Вот как раз вчера вечером у меня был ужин с девушкой из Бразилии и парнем из Австралии. А сейчас я здесь с украинцами. Ну и, конечно, я встречаю много португальцев. Мне кажется, это место для всех. Здесь есть место для кого угодно и для любой культуры. У нас уже много друзей переехало сюда. И здесь встретили друзей, создали группу в Телеграм. И по выходным мы списываемся и делаем в... У кого-то встречаемся и делаем гриль. Каждый раз открываем какие-то новые продукты для себя здесь местные португальские. Например, последний раз мы делали в доме. Ребята сняли дом в аренду, очень красивый. И мы купили печень рыбачорт. Не помню на португальском название. Такая очень страшненькая рыбка. Но она огромных размеров. И это действительно было прям деликатес. Очень вкусно и необычно. Вот. И я думаю, что это такой прям must-have попробовать, кто приезжает в Португалию, must-have попробовать эту печень, именно сделанную на гриле. Лора. А чем вы занимаетесь здесь на открытом воздухе? Мы с Патриком много катаемся на велосипедах и всей семьей ходим в рестораны. Я также бегаю и еще очень люблю ходить в походы в горы. Например, забираться на утесы и наслаждаться видом. Вот что круто в Португалии, так это то, насколько она хорошо сохранилась. Государство настолько хорошо охраняет окружающую среду, что все выглядит нетронутым и, можно сказать, одним целым с природой. Это замечательное место, и я просто обожаю Аштарил. Все находится в пешей доступности. Здесь есть рестораны, кафе, салоны, пляжи, спа, все что угодно. И хорошие спортзалы. Мы уже в процессе покупки дома здесь, в Аштариле, так что теперь мы точно знаем, что мы здесь надолго. Вы определились с местом, потому что у нас с Ю была идея. Я говорил ей, что нам надо два года, чтобы понять, где мы хотим жить. Здесь ли это, в Аштариле. За наше любимое место Кашкайш. Как обстоят дела с индустрией красоты? Само собой, я хожу в бразильский салон, и я уже нашла место, где мне делают маникюр. На следующей неделе пойду на окрашивание волос. Так что да, я нашла здесь места для себя. А еще мне нравится следить за своим телом, так что я хожу. В зал каждый день. Он как раз прямо возле дома. И вам нравится качество? В целом, да, конечно. Сравнивая с США, обслуживание здесь хорошее, но более медленное. Но тут много бразильцев, так что, когда речь заходит об уходе за собой, то я предпочитаю обращаться к землякам. А я предпочитаю к русским. Я уже нашла очень хороший салон. В нашем районе много салонов тоже, хорошего очень качества, потому что это немаловажно в Европе. В Европе сложно найти, ну, по крайней мере, в Португалии сложно найти хорошего качества услуги в бьюти-индустрии. Каждый салон делает свои какие-то акции, свои какие-то приятные моменты для клиентов. И у нас, например, рядышком, рядом прямо с нашим домом, в одной минуте от нашего дома салон, мне очень нравится, как там делают маникюр, педикюр, спа. И, оказывается, у них даже акции есть. Для меня это было сюрпризом. Я первый раз, когда пришла, я заплатила 10 евро за маникюр. Я очень сильно удивилась, потому что это, ну, прям, очень-очень дешево, учитывая то, какое качество. Также, кстати, в Ашториле здесь рядышком с нами есть термальные воды, спа с термальными водами и очень много массажей. То есть можно найти на любой вкус, любую услугу, мне кажется. Это тоже очень важно. Для меня очень важно, когда можно прийти и просто расслабиться под хорошую музыку. Правильно, важна вся обстановка и атмосфера. Я полностью согласна. Все вокруг должно настраивать тебя на расслабление, не только обслуживание. Да, не только обслуживание. Наверное, стоит и мне попробовать. Мне кажется, мне понравится. Просто удивительно, что у нас так много общего. Мы ведь выросли очень далеко друг от друга. Но у нас так много общего. Вот что мне правда не нравится в Португалии, так это обслуживание. Оно не на супер-высоком уровне, особенно для тех, кто когда-то жил в США. Здесь все немного медленнее. В вопросах бюрократии Португалия тоже немного отстает. Но, кроме этого, мне не на что жаловаться. Мне очень нравится Португалия. Выпьем за Португалию. Вот что в Португалии действительно круто, так это возможности для дневных поездок. Все очень близко, страна же небольшая. И виды меняются очень часто. Например, можно из гор спуститься на пляж всего за 15 минут. Вот как раз вчера мы проснулись утром, собрали немного закусок, сели в машину, проехали час, сели в лодку и отправились на красивый остров. Там мы много гуляли и изучали остров, особенно пещеры. А еще наблюдали за птицами и другой живностью. Верно, острова Берлинга. Это всего в час отсюда. Мы вчера там как раз были. Один раз мы пошли на обед, чтобы отпраздновать новую работу Патрика. И мы столкнулись с одним парнем. Я понятия не имела, кто он. Моя подруга, телеведущая, начала говорить, «О боже, это же Хуан Феликс!» А я спросила, «Я смогу с ним сфотографироваться?» Он был там с тремя парнями, всего их было четверо. Я даже не знала, кто он, и немного странно себя чувствовала. Так что я подошла и спросила, «Кто за этим столом известный футболист?» Он сказал, «Я». А я такая, «Извините, а повторите, как вас зовут?» Он сказал, «Хуан Феликс». Я спросила, «А за кого вы играете?» Он ответил, «Атлетико Мадрид?» Вроде, я не помню. Я ему сказала, «Можно я с вами сфотографируюсь?» У меня есть сын, и он просто обожает футбол. А он говорит, «А дочери у вас нет?» Я говорю, «У меня есть дочь, но она намного младше вас». Спустя немного времени он спросил, «Дочь?» И я такая, «Да ладно вам, ей всего семь, а ему ведь двадцать один». А потом пришел Патрик, и мы все вместе сфотографировались. Но это было забавно, потому что я не знала, кто он. А он действительно известен, почти как Криштиано Роналдо. Вы знали, что у Криштиано Роналдо дом в Квинта де Маринья? Реально? Да, и у Джонни Деппа. Серьезно? В Квинта де Маринья? Я просто слышала, что у Криштиано Роналдо апартаменты в том современном доме, рядом с вашим. Знаете, вот то суперсовременное здание, которое из блоков, которое будто из блоков Лего сделано. Я слышала, что у него там квартира. Мы были соседями, и теперь мы снова соседи. Кто был соседями? Мы. Да, мы. Мы раньше были соседями. Если вам нравится это видео про Португалию, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я слежу. Ну что ж, на этом видео про женский взгляд на жизнь в Португалии закончено. Дорогие подписчицы, задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк. И еще один интересный вопрос, который может вас заинтересовать. Когда я жил в Бразилии, я узнал о том, что родив ребенка в Бразилии, не только ребенок получает гражданство, но и его родители. Мой сын был рожден в Соединенных Штатах. У него тоже есть американский паспорт. И когда я начал изучать эту тему, я узнал, что практически все страны Латинско-Центральной и Северной Америки дают гражданство на основании рождения в этой стране. Если вам интересно, чтобы я снял видео, обзор о всех странах, в которых можно получить гражданство, родив ребенка в этой стране, пишите мне на Инстаграм. Хочу видео про роды. И мы обязательно снимем, если я наберу... Никита, сколько? Я думаю, 100. Если я наберу 100, сообщение в директе. Все, на этом пока и до встречи в Португалии. Латинско-Центральной и Северной Америки. Продолжение следует... Продолжение следует...